МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Республики прямо сейчас. Готовимся к школе. Кому положены выплаты? За заслуги перед городом стало известно имя нового почетного гражданина Чебоксар. Прикосновение к истокам. В Доме дружбы. Новая художественная выставка. С 10 августа многодетные и малообеспеченные семьи Чувашии могут подавать документы на дополнительную выплату. Из бюджета Республики выделено по 5 тысяч на ребенка для подготовки к школе. В региональном Минтруда отмечают, что за первый день поступило уже 160 заявлений. Мы все и расти, заявляем жизни, главное и семья. Это видео Вика смонтировала специально ко дню семьи. Кроме нее у Аверкиных подрастают еще брат и сестра. Сейчас старшие девочки отдыхают в деревне у бабушки. А вот мама и папа думают, как собрать их к школе. Первый сентября пойдут двое детей. Получается, первый класс у нас, первый Б пойдем в четвертую гимназию и пятый Б в четвертую же гимназию. Очень выросли. Все надо менять? Все надо менять. Мы планируем как раз к первому сентябрю только закупки. Примерно тысяч десять на каждого ребенка выходит. Но это пять тысяч, все равно какая-то помощь от государства. Элла говорит, что указ о поддержке многодетных во время подготовки к учебному году очень кстати. Глава семьи с начала пандемии потерял работу, а к новому учебному году девочкам надо многое приобрести. Оформить заявление можно на социальном портале Чувашии. Если вы уже получали федеральные выплаты, то необходимо еще раз указать банковские реквизиты и отправить автоматически заполненную форму. В июне-июле я подавала заявление на получение выплаты на ребенка. Их было легко заполнять. И, соответственно, сейчас данную выплату, которая дается на 1 сентября школьникам по пять тысяч рублей, это тоже уже легко. Собирать детей легче уже стало. Чтобы получить эти деньги, средний душевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. В Чувашии это 9285 рублей. Специалисты будут учитывать доход за последние шесть месяцев. В Министерстве труда просят оформлять заявление через социальный портал. И не только потому, что действует режим ограничений. Так можно сразу увидеть, имеете ли вы право на выплату и каких документов не хватает. Право на единовременную выплату имеет один из родителей, либо также опекун или попечитель ребенка на детей, которые имеют гражданство Российской Федерации. Условием для предоставления этой выплаты является гражданство как ребенка, так и родителей Российской Федерации, проживание на территории Чувашской Республики, также родителя и ребенка, либо детей, а также факт того, что ребенок обучается в школе. В Министерстве особо отмечают, что никаких отчетов о потраченных средствах не потребуется. Оформить заявление на выплату можно до 1 октября. Всего, по данным Министерства труда и социальной защиты Чуваши, 11,5 тысяч семей могут рассчитывать на единовременную выплату. Из бюджета Республики на эти цели выделено 130 миллионов рублей. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. Управлять своими финансами не так просто. Чтобы контролировать семейные доходы и расходы, нужны определенные знания. Сегодня в ходе социологического опроса в столице Чувашии выясняли уровень финансовой грамотности населения. Одновременно опрос велся более чем в 80 регионах страны. В мониторинге принимают участие совершеннолетние граждане разных возрастов. Скажите, пожалуйста, ваша семья ведет бюджет? То есть учитывать, планировать доходы, расходы, сбережения? Нет. Я предпочитаю скорее тратить деньги, чем откладывать их на длительный срок. Согласна, не согласна? Нет, не согласна, нет. Я лично внимательно слежу за состоянием своих финансов. Да. Кто, на ваш взгляд, должен отвечать за то, чтобы размера пенсии хватило человеку для поддержания привычного уровня жизни? Государство или сам человек? Только государство. Скорее государство, чем сам человек. Скорее сам человек, чем государство. Только сам человек. Государство, наверное. Государство, отмечаем. В прошлом году индекс финансовой грамотности Чуваши был определен в 12,39 балла. Чуваши сохранила свою позицию в группе С. Это так называемая «золотая середина». У таких исследований есть цели и задачи. Полученные результаты позволят более эффективно реализовывать государственные программы по повышению уровня финансовой грамотности как на региональном уровне, так и на федеральных уровнях. Инесса Потапова, Надежда Яковлева, Юрий Марков, Республика. Сегодня кандидаты на пост главы Чувашской Республики распределили бесплатное эфирное время. Жеребьевка прошла в Центральной избирательной комиссии. Эфирное время на трех телеканалах и четырех радио распределено по пакетам. Половина – это совместные выступления кандидатов, другая часть – агитационные материалы претендентов на должность главы региона. Напомним, их пятеро – Сергей Матвеев от партии «Патриоты России», Николай Степанов от партии «Пенсионеров за социальную справедливость», Александр Андреев от КПРФ, Константин Степанов от ЛДПР и самовыдвиженец Олег Николаев, действующий в Рио главы Чувашии. Выборы пройдут 13 сентября 2020 года. Впервые за многие годы в телевизионном эфире состоятся дебаты, в которых намерены принять участие все кандидаты. Олег Алексеевич заявил уже о том, что он намерен принимать участие в дебатах. Но учитывая то, что у него очень плотный график работы, конечно, участие в теледебатах будет проводиться в нерабочее время. В большей степени, наверное, это будет на национальном телерадиоканале. И Олег Алексеевич будет докладывать жителям Чувашской Республики о программе социально-экономического развития Чувашской Республики на последующие пять лет, где будут определены основные вехи развития каждого муниципального образования, всех направлений развития Чувашской Республики, здравоохранения, социальной сферы образования, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, промышленности. Бюджет города, изменения в правилах размещения нестационарных торговых объектов, регулярные пассажирские перевозки. Всего в повестку дня 52-го очередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов вошли восемь вопросов. Это одно из последних заседаний собрания в нынешнем составе. Напомним, что кроме главы региона 13 сентября состоятся и выборы в столичный парламент. Депутаты отметили, что весь созыв тесно сотрудничали с республиканским правительством. Это позволило принять немало важных для людей законов. В оперативном режиме в период пандемии решались вопросы социальной поддержки особо незащищенных граждан. Народные избранники помогали продуктами, лекарствами, регулярно выходили в рейды по проверке соблюдения ограничительных мер. Я хочу выразить нашу уверенность в том, что мы идем по правильному пути. Выборы у нас идут вместе, и мы хотим эти выборы провести на достойном, высоком, порядочном, честном уровне. Депутаты в преддверии Дня города объявили имя нового почетного гражданина. Голосование проходит ежегодно на портале «Открытый город». На этот раз в списке было 11 человек. Народные избранники единогласно проголосовали за Наталью Портасову. По итогам голосования на портале «Открытый город» победителем названия «Почетный гражданин города Чебоксара» стала Портасова Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами исполнительной власти акционерного общества «Элара», за кандидатуру которой проголосовало более 30% горожан. Городское собрание депутатов принято единогласное решение поддержать кандидатуру. Наталья Портасова – человек известный. Она работала заместителем главы Чебоксар, возглавляла республиканское правительство. Звание присуждается за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чебоксар и активную общественную деятельность, направленную на обеспечение и процветание города. Торжественная церемония награждения пройдет 13 августа. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Сегодня политическое заявление сделал руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском городском собрании депутатов Дмитрий Евсеев. Он всегда имел свою точку зрения на многие процессы, происходящие в республике, и аргументированно ее отстаивал. Поэтому и приобрел статус учрежденного оппозиционера. Дмитрий искренне переживает за будущее республики и объективно оценивает реальный расклад сил. Я хочу озвучить свою позицию по политической ситуации в республике. Я призываю избирателей на выбор в городское собрание, на выборах в районное собрание голосовать за самого достойного кандидата, независимо от политической принадлежности. А что касается выборов главы Чебоксарской республики, ну тут лично для меня все понятно. Я знаю Николаева Олега Алексеевича много лет. Я с ним работал и в госсовете Чувашии. Я работал в Госдуме России с ним. Должен сказать, я уверен абсолютно, что он искренне хочет поднять экономику республики. Он искренне хочет повысить уровень жизни простого народа. Он сплотил команду и собрал команду из самых разных политических партий. Олег Алексеевич всегда прислушивается к собеседнику и всегда готов реализовывать конструктивные дельные предложения. Это очень важная черта, очень полезная черта для руководителя любого региона. Лично я буду поддерживать Николаева Олега Алексеевича и надеюсь, что мы все вместе также будем его поддерживать. По данным ГИБДД в Чувашии, за 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В результате один погиб и почти сотня получили травмы разной тяжести. Вина за полученные раны целиком лежит на взрослых, которые должным образом не позаботились о безопасной перевозке детей. Больше половины аварий с участием детей – это нарушение правил. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Практически каждый третий пострадавший в ДТП ребенок находился на проезжей части в качестве пешехода или на дворовой территории. По данным медиков, юные участники дорожного движения получают ушибы и сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы, переломы различных частей тела. Сотрудники ГИБДД напоминают родителям, что водители обязаны использовать специальные удерживающие средства при перевозке детей даже на незначительные расстояния. Кроме того, детей надо научить правилам езды на велосипеде, во дворах и на придомовых территориях. Двое жителей Кировской области признаны виновными в убийстве и кражах, совершенных на территории Чувашской республики. В июне 2019 года осуществленные находясь на территории Чувашской республики по предварительному сговору между собой совершили серию краж, в частности изделий цветного металла, продуктов питания и нового имущества из прилегающих в пути исследования садоводческих домов, совершив таким образом на территории Чуваши семь краж и два покушения на кражу. 15 июня 2019 года, находясь в Красноармейском районе, обвиняемые познакомились с местным жителем. В процессе совместного распития цветного один из злоумышленников схватил потерпевшего, преодолевая его сопротивление, а другой нанес несколько ударов ножом, от которых мужчина скончался. Верховным судом Чувашской республики злоумышленникам назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбаванием наказания в колонии особого режима 37-летнему осужденному и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима его 22-летнему сообщнику. Прикосновение к истокам. Под таким названием в Доме дружбы открылась персональная выставка Валериана Киргизина. У живописца две родины. Так бывает, когда человек Чуваш по национальности, но родился и всю жизнь прожил в другой республике. Учился Валериан Николаевич в педагогическом университете, тогда еще институте. Поводом для его выставки послужили знаменательные даты в истории двух народов, воле обстоятельств, ограниченных территориально. Валериан Киргизин очень любит писать пейзажи. У природы нет интернациональной окраски. К тому же он учит и своих учеников. У наших народов очень много общего. И это еще один повод поговорить о том, сколько у нас общего в нашей истории, сегодняшней повседневности. На выставке представлено более ста работ мастера. Пейзажи, портреты, этюды, натюрморты. Все это создавалось с любовью. Своих картинок показывает величие Родины, величие России, величие Татарстана, величие Чувашьей республики. Одна из работ занимает особое место в жизни художника. Это портрет врача, спасшего ему жизнь. Он все говорит. Жизнь больше. Благодаря этого хирурга я жив. Сколько художник помнит себя, он всегда рисовал. В дело шли обрывки бумаг, оборотная сторона документов. Не всегда умелые детские рисунки и стали основой для создания полотен, получивших признание по всему миру. Его работы украшают музеи и частные галереи. Инесса Потапова, Василий Дворников, Никита Углев, Республика. Завтра на нашем телеканале особенная премьера. Песню, посвященную гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», написала поэт и композитор Ольга Аболенская. Напомним, лодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года. Во время военно-морских учений. 118 человек, которые находились на борту, погибли. В числе моряков был и уроженец Порецкого района Алексей Баланов. Гибель подводников потрясла весь мир. В семье Ольги трагедию восприняли очень близко. Отец в прошлом подводник прекрасно понимал, что происходило тогда на лодке. Ровно 20 лет назад, когда произошла эта трагедия, вся страна была у телевизоров, была прикована просто к экранам. Вот мы не отходили от экранов, думали, сейчас спасут. Вот спасут, вот спасут, вот спасут. И все не спасали, все как-то не получалось. И тогда у меня родилась эта песня. Называется она «Курск», посвящена погибшему экипажу. Песня была написана сразу после чрезвычайного происшествия, 20 лет назад. Но клип Ольга сняла только сейчас. Решила провести съемки на Волге, а коллеги помогли со съемочной группой и монтажом видеоматериала. Готовясь к работе, связалась с родственниками погибших в Североморске. Они прислали фотографии близких и видео траурных мероприятий в память о подводниках, не вернувшихся из того последнего похода под лодки в Баренцевом море. Один из самых быстро развивающихся и перспективных районов в Чебоксарах «Солнечный» предлагает доступное жилье на рынке недвижимости с 2004 года. В экологической зоне с развитой инфраструктурой и доступным общественным транспортом уже готов к новоселью еще один дом. Об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. До завтра. Простор и свежий воздух в сочетании с городским комфортом. Для тех, у кого сегодня открыт квартирный вопрос, у группы компаний «Удача» есть горячее предложение. А у меня отличная новость. Группа компаний «Удача» в районе «Солнечный» сдала 26-ю позицию на полгода раньше времени. И теперь у нас доступны покупки квартиры как в данном доме, так и в строящихся позициях, которые будут сдаваться уже в ноябре и декабре этого года. В «Солнечном» недавно открылся детский сад на 250 мест с бассейном. Сейчас строится еще один. В проекте школа на 1100 мест. Специально для этого района три остановки 35-го маршрута автобуса. Среди преимуществ – просторное расположение домов и безопасные детские площадки. Для Татьяны Петровой это стало решающим при выборе места жительства. Свободно как-то дышится вот здесь. Свобода вот эта. И лес очень нравится рядом, который. Мы частенько ходим гулять туда. За грибами ходим. В свои магазины будут у нас. Все хорошо. Четырехподъездный 16-этажный дом уже ждет своих новоселов. Дом построен из трехслойных стеновых панелей. В такой квартире тепло и комфортно. Плюс в «Солнечном» автономное отопление. Тепло поступает в дома с минимальными потерями. А значит, коммунальные платежи будут ниже. Процентные ставки по ипотеке от 6%. Квартира от 1 миллиона 410 тысяч рублей. Реализует по экскроу счетам. Это гарант безопасности сделки. Однокомнатную квартиру в черновой отделке в ипотеку можно приобрести от 9 тысяч рублей в месяц. А если купить такую же квартиру с ремонтом, то ежемесячный потеж составит 11 тысяч рублей. Квартиру в районе «Солнечном» можно купить в черновой отделке, в беловой отделке и полностью с индивидуальным дизайнерским ремонтом. И весь ремонт можно включить в ипотеку, что тоже очень выгодно. Надежный застройщик, группа компаний. Удачи всегда на вашей стороне. Ваше тихое счастье в «Солнечном». Распахните окно своей мечте. Звоните. «Сорок один четыре ноля».